Привет, дружище, как твои дела? Ты говоришь, что я пропал, но я никуда не пропал, просто лето, жара. Как бы Lineage 2 Mobile не приносит удовольствия. Может быть в субботу, заходи пообщайся. В целом ты знаешь, что я не играю именно в этом. А так делаю обзоры на обновления. По обновлениям добавлены 2 донатных агатиона. Редкие это новогодняя сорока, которая закрывает весь урон, естественно защиту. Дальше у нас вот такой вот волшебный лев. Который закрывает снижение, точность плюс 2, шанс двойного урона, конечно же. Видимо с простыми агатиончиками он идет. Короче, с простыми агатиончиками. Теперь ивенты. В период проведения ивента замок Марлока появляется на всех серверах. Это такая иконка, слева у мини карты. Нажимаем, заходим, радуемся. Также групповые подземелья Х2. Дальше писемка в 10 и в 6 вечером. Энергия НХАСАД и сундучок с расходкой. Также добавляется вот такая вот ежедневная помощь на 14 дней. Помощь ни о чем. Хорошо, что много виталочки нам. Донатная помощь. В конце у нас карты мастера на выбор, где мы можем взять. Новых агатионов тут нет. Смотрим. Хоть и карта мастера, но нового агатиона тут нет. Но очень много карт обычных. 24 карты по 11 раз очень многовастенько, я бы сказал. Также артефакт. Так, карта 1 раз от героического до легендарного. Сразу первый день. 1% легендарный. Ну, это неплохие шансы. Обычную карту, где шанс получения 1 десятая. Переходим сразу в донат магазин. Даже нового агатиона не видим в этом паке. Реликвия энергии. Зелье пробуждения высокого качества. Дальше пак за 1500 алмазов. Ну, очень даже вкусненький, я бы сказал. 10 карт обычных. Ну, для донатеров всегда вкусно. Даже мешочек на выборы ресурсов. За 1500 алмазов очень неплохо. Также закончилась смена сервера. Пролетела незаметно обнова с пушкой тоже. Переходим к обычным пакам. Трехэтапные паки. С агатионами четырехэтапные. Карта на выбор. Карта мастера. Вот тут у нас уже получается. Только в самих паках есть вероятность получить новые карты. Ну, купончик. В самих паках есть получить. Вот с вот этой карты. Небольшой лев даже с карты вышел. Да, тут так и написано. С повышенным шансом. А повышенный шанс это 0.15%. 1% получения героического. И с очень большой вероятностью, что это будет волшебный лев или черный тигр. Большая вероятность получения донатных агатионов. Также вот, если мы получаем героического с карты мастера, то почти 1% что мы получим волшебного льва или черного тигра. Видим, 9% сразу кидаются в глаза. С 9% редко, то большая вероятность получить нового. Также вот такие вот знаки. И паки именно на агатионы. Они пятиэтапные. Двойные паки. Также с повышенным шансом получения донатных агатионов. Очень круто. Ну так, средненькая ордена у знаков. Зелье пробуждения. Властяная святая вода. Чабы не плакалы донаторы. За купончики мы можем создать отваги или веры карты. Но тут не будет новых донатных агатионов. Попытать удачу 5% шанс на создание. Сфера и на дрилл. За которую можем создать. Но я как бы вижу, что. Видим, точки создают. Точки в цене упали в 2 раза. То, что было раньше. По 17 по 18 тысяч. До 6500 мин цена уже. Также кто-то создал. Шансом 3-5%. Рецепт уже. Ничего себе прикольно. Может он копил камушки. Да, вот такие промоушены. Почти по 4к сфер. С мифическими книгами. Книги наследника. В определенное время можно скрафтить. Скорость атаки 5%. Сила плюс 3. Короче, со статами. И абсолютное уклонение. Плюс 2%. Промоушен на снаряжение. Очень удобно. Мне нравится, что мы можем увидеть. С каким шансом тут получается. Фиол. Вам нужно скрафтить. Этот сундук. 10%. Ну, конечно, вы можете приобрести камни там. Или у вас было много неудач. Вы уже крафтили. Вам просто за неудачи насыпало кучу раз таких камней. Вы, конечно, можете продать. Лучшим, наверное. Вот 100% вероятностью с 18 камнями попытать удачу 0.03%. Шанс получения. Так, это уже 1% пошли. Ну, также я сюда вставочку вставлю. Там анончик вышел в группе Tron & Liberty. Amazon проведет тестирование опять. И примерно глобальная версия Tron & Liberty выйдет в сентябре. Ждешь ли Трислан? Ждешь какие ММО проекты ты ждешь в будущем вообще? Играешь ли ты в Lineage 2 Mobile? Возможно, играешь в Night Crow? Потому что я сейчас играю в Night Crow. Там намного веселее. Система крафта. Получение лута с боссов, я бы сказал, намного веселее. Потому что там можно летать. Пиши комментарий. Делись своим мнением вообще. Как тебе?